Приветствую вас, отвечая на вопрос о том, что делать с безответной влюбленностью. Хочется сказать так. Ну, влюбленность это прекрасное чувство, по большому счету. Надеюсь, вы спорить с этим не будете, тем, что влюбленность это чувство прекрасного. И оно, это чувство влюбленности, человека, ну, условно говоря, наполняет, условно говоря, делает его живым, ну и так далее. Соответственно, у вас возникает вопрос, что делать с ними, значит, вам влюбленность доставляет негатив. Вам влюбленность, вас точнее влюбленность, доставляет чувствовать себя плохо. И, простите, этот вопрос сразу уже к вам. А почему же влюбленность заставляет вас чувствовать себя плохо? Получается, что вы хотели бы чего-то для себя в этой влюбленности. Получается, что вам хотелось бы что-то получить для себя в этих отношениях к молодым человеку. И вы не можете принять до конца тот факт, что молодой человек, например, не с вами. Что молодой человек, ну, не отвечает вам взаимностью. И это вы испытываете данную проблему потому, что не можете воспринимать человека только как, ну, не знаю, как адекватного, самоцельного, самобытного носителя неких ценностей, если угодно. И тогда несложно, в общем-то, я надеюсь догадаться, что проблема того, что вы не знаете, что делать с вашей влюбленностью, Происпекает из потребностей, ваших потребностей. Откуда велось вот это вот отсутствие невозможности принимать человека безусловно? И откуда появилась невозможность наслаждаться этим чувством великолепным, чувством влюбленности? Чего вы хотите для себя? Какие потребности у вас есть по отношению к молодому человеку? Вот об этом с вами и нужно как бы разбираться, об этом с вами нужно разговаривать. Потому что это принципиальный момент. Ну, как принципиальный? Это важный момент. Это момент, который по сути определяет все. Это момент, который определяет дальнейшее протекание ваших отношений. И, соответственно, если вы хотите, чтобы у вас с молодым человеком либо что-то получилось, либо как-то еще было хорошо все, то есть, чтобы либо вы получали удовольствие от того, что вы его любите, нужно разгрузить значимость для вас, молодого человека. Нужно разгрузить значение его для вас, чтобы вы перестали, по сути дела, ожидать чего-то для себя. Может быть, это у вас какой-то страх, может быть, это у вас сомнение, может быть, это у вас статаревность, может быть, это у вас средство достижения цели. Но вот это то, что лично, то, что идет за любовью, вслед за ней, то, что не дает вас воспринимать человека таким, какой он есть, и делает ваши влюбленные с болезнью. Ведь любовь сама по себе, это стремление, безусловно, делать человека счастливым. И не важно при этом, где он, с кем он и так далее. С вами ли он или без вас, это не важно. Любящему человеку это не важно. Но если его это волнует, если его это задевает, значит, имеет место быть как раз таки то, о чем я вам говорю. То есть, имеет место быть личная заинтересованность. А личная заинтересованность проистекает из личных же мотивов. И вот личные мотивы вам и нужно для себя проработать, чтобы они не спорили ваше отношение. Потому что, если на данный момент мужчина, например, не проявляет к вам своего внимания, то это не значит, что он будет поступать так всегда. Это не значит, что он не будет проявлять к вам своего внимания всегда и постоянно и в будущем. Это не значит, что он не проявит к вам своего внимания. Но то, что вы не знаете, что делать безответной влюбленности, то, что она вас тяготит. Говорит о некой зависимости вас от того, кого вы любите. И эта зависимость в любом случае снижает вашу ценность для него. Если ваша ценность для человека снижается, то, простите, у вас нет шансов выстраивать отношения не только с этим мужчиной. Но вообще, у вас нет шансов выстраивать отношения на равноправных, независимых выгодных для себя условиях. Это значит, что вы всегда будете испытывать какой-то негатив. И если поступать так дальше, как вы это делаете сейчас, то можно просто выработать у себя некий ассоциативный ряд, ассоциативную привычку, в результате которой у вас личные отношения будут соотноситься с негативом. Ну и тогда вам еще нужно будет страх близости прорабатывать. Надеюсь, вы до этого не доведетесь. На этом все. Хочется видеть, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok